МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете ли вы, что самые грозные и крошечные создания на Земле – это вирусы? Долгое время учёные не знали, куда их определить – к живым организмам или к неживым. Они не знали, что делают некоторые вирусы смертельно опасными, а другие – безвредными. Им ещё предстоит узнать, как вирусы обходят системы защиты своих носителей и эволюционируют быстрее, чем вообще что-либо на планете. Сегодня мы расскажем, как повлияли они на историю человечества и какие тайны вирусов до сих пор нам неизвестны. О вирусах люди знали давно, так как на протяжении всей истории человечества наблюдали болезни и смерть. А это изображение фараона Аминофиса Первого. Его лицо было поражено оспой. Люди называли эту заразу красной смертью. Смертельная болезнь свирепствовала на протяжении многих веков, уничтожая целые поселения и огромные города. Этот страшный бич человечества вызывается крошечным, невидимым вирусом. В прошлом веке Всемирная организация здравоохранения объявила о полной ликвидации оспы на земле. Последний случай был зарегистрирован, это задокументировано. Даже сами культуры оспенные, они хранятся только в определенных лабораториях. И количество их, согласно постановлению, согласно решениям международного сообщества, постоянно сокращается. Но вирус оспы пока единственный на земле, который человеку удалось уничтожить. Вирусология – сравнительно молодая наука. Впервые существование вирусов доказал в 1892 году Дмитрий Ивановский. Изучая болезни табачных растений, он обнаружил двух разных возбудителей этих болезней. Значение Ивановского заключается в том, что, исследовав две эти вирусные болезни, которые были описаны ранее, он показал, что они отличаются. Что если одна болезнь вызывается бактериями, микроорганизмами, то другая, значит, вызывается каким-то неким неизвестным агентом. Уже позже этот агент был выделен и описан, и обозначен как вирус табачной мозаики табака. Вирус табачной мозаики. Название «Вирус» предложил в 1898 году голландский микробиолог Мартин Беринг. В латинском языке это слово имеет два значения – яд или человеческое семя. Рождение и смерть в одном слове. Едва успели открыть вирусы, возник спор об их природе. Дмитрий Ивановский доказал, что открытый им вирус – маленькая живая частица. Беринг высказал другую точку зрения. Он полагал, что возбудитель мозаичной болезни табака является растворенным живым жидким веществом. Споры биологов о том, что такое вирусы – живые это существа или мертвое вещество – идут до сих пор. Вирусы отличаются от всего живого тем, что они имеют ряд характерных черт. И вообще они образуют особое царство. Так и называется – царство Вира. По своим размерам вирус меньше бактерий в сто раз и в тысячу раз опасней. Он не может расти, есть, выводить продукты распада, он не может размножаться делением. Для функционирования микроорганизмов существования нужен субстрат. Это питательные вещества, откуда бактерии, микроорганизмы берут свою, значит, энергию, источник энергии, источник материал для построения собственного белка для синтеза. То субстратом для вирусов служит живая клетка, а не строгие или, как говорят, облигантные внутриклеточные паразиты. Все вирусы по своей природе – паразиты. Они способны воспроизводить себя, но только внутри живых клеток. Эти безжалостные убийцы клеток кажутся настолько чуждыми всему земному, что многие исследователи вполне серьезно утверждают – вирусы явились на Землю из дальнего космоса. Действия их и в самом деле похожи на эпизоды из голливудских фильмов о нападении пришельцев из космоса. Чудовищного вида карлик впивается в гигантскую, ничего не подозревающую клетку, растворяет ее оболочку и ввинчивает в нее пружину своей ДНК. Эта пружина задает клетке собственную программу, изменяя тем самым всю ее работу. Пораженная клетка забывает о своих исконных обязанностях и начинает штамповать с полученной матрицы все новые и новые вирусы, несущие смерть соседним клеткам. Затем клетка, значит, разрушается и новое вирусное потомство выходит. И другим различием вирусов, большим отличием является то, что наследственное вещество вируса может быть представлено как в виде дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК, так и РНК. Вирус – это оборотень. В клетке он ведет себя как живое существо, размножается, потомки его несут признаки родителей. Вне клетки он ничто иное, как вещество, и может превращаться в кристалл. Вирус – это химера, способная быть мертвой, чтобы воскреснуть. В состоянии покоя он может находиться миллионы лет, а вот его активная жизнь ограничена всего несколькими часами и даже минутами. Эта сумеречная зона жизни между живым и неживым и есть зона вируса. И потому вирус бессмертен. Как и бессмертна сама жизнь, до тех пор, пока существуют клетки, будут существовать и вирусы, которые поражают эти клетки. Безусловно. Да, вирусы представляют собой один из важных элементов вообще жизненного разнообразия жизни, прежде всего живого на Земле, и неотъемлемым элементом, безусловно. Вирусологи обнаружили, что большинство вирусов состоит из белковой оболочки, нуклеиновой кислоты и нескольких генов. Нуклеиновая кислота – это мозг вируса. В ней заключена вся информация, необходимая для производства новых вирусных частиц. Информация, передающаяся по наследству потомкам. Белок выполняет роль кожи и тела вируса. В соответствии с этим вирусы делятся на две большие группы. РНК содержащих и ДНК содержащих вирусов. Поражают они буквально все клетки, начиная от самих микроорганизмов, это так называемые бактериофаги, которые поражают микробные клетки, и кончая высшими организмами. Вирусы устроены не только просто, но и чрезвычайно целесообразно. Когда природа их лепила, она отбрасывала всё ненужное, нерациональное. Посмотрите этот ролик и удивитесь, как завораживающе красиво могут выглядеть эти творения природы. На сегодняшний день открыто около 2000 видов вирусов. Предполагается, что это лишь очень небольшая их часть. Вирусы постоянно мутируют, откуда-то возникают новые их разновидности, иногда вызывающие смертельно опасные болезни типа коровьего бешенства, птичьего гриппа, лихорадки эбола, спида и других. В последнее время открыты ещё более интересные формы жизни. Это так называемые прионы. Это белки, которые вообще не содержат РНК. И тем не менее, они являются воспроизводимыми, воспроизводят сами себя и вызывают такие заболевания, как всем известная болезнь Крейцвельда якобы. Она вызывается не вирусом, она вызывается прионом. И бешенство – это так называемая скрипи, болезнь почесуха овец, и также бешенство коров. Это прионные заболевания. Всегда ли проникновение вируса внутрь клетки оканчивается так трагически – гибелью клетки? В том-то и дело, что нет. Каково было удивление исследователей, когда они столкнулись с явлением маскировки вируса. Находясь внутрь клетки, он ничем не проявлял себя, не размножался, не разрушал своего хозяина. Это явление было открыто впервые в 1950 году французским ученым Андре Львовым, который изучал бактериофагов – пожирателей бактерий. Однако мирное сосуществование клетки и вируса продолжается до поры до времени. Оно прекращается, как только наступают неблагоприятные условия для бактерий. Так, если облучить бактерию ультрафиолетовыми лучами, замаскированный в ней фаг активизируется и переходит в активную форму. Квартирант будто чувствует, что при неблагоприятных условиях его хозяин скоро погибнет. Он начинает размножаться. Новые вирусы покидают бактериальную клетку. Немало замаскированных вирусов в клетках нашего организма. Вирусы, вызывающие такие болезни, как полиомелит и бешенство, могут долго находиться внутри нас, ничем не выдавая себя. При неблагоприятных условиях эти невидимки становятся активными. Вирусы, считают ученые, в ответе за гениальность и шизофрению. И даже за старение организма. Вот, возможно, виды вирусов гены придумали нас. Это просто мое предположение. И, возможно, мы всего лишь машины, все представители живых организм, которые обеспечивают бессмертие этим генам, в том числе этим вирусам. Возможно, вирусы нами управляют. И нас используют для того, чтобы обеспечить себе бессмертие. Человек стареет, как только заканчивается репродуктивный возраст. Особенно женщины. Среднестатистическая продолжительность репродуктивного возраста у женщин считается 34-35 лет. А после этого возраста организм начинает стареть, потому что не способен больше дать продолжение своего рода, обеспечивая тем самым бессмертие вирусам. Поэтому начинается процесс старения. То есть такая четкая корреляция между процессом старения и репродуктивной активностью. То есть репродуктивным возрастом это прослеживается. И, возможно, эти вирусы это чувствуют каким-то образом и таким образом контролируют продолжительность жизни и сам процесс старения. За миллионы лет в человеческом геноме накопилась масса генетического материала, оставшегося в наследство от мертвых ныне вирусов. В каждом из нас почти 100 тысяч фрагментов ДНК древних ретровирусов. Это составляет 8% от общего количества генов. Например, геном ретровируса Лайн-14, так называемый, она содержится в нашем геноме в количестве 14 миллионов копий. Она, оказывается, вошла в наш геном еще 39 миллионов лет назад. И вот с тех пор она только занимается тем, что увеличивает копию своего генома. И таких витровирусов в нашем геноме очень достаточно. Поэтому каким образом они влияют на развитие нашего организма, скорее всего, неизвестно. Откуда появились вирусы? Есть ученые, которые считают, что вирусы – ровесники нашей Вселенной, а ей, как известно, почти 5 миллиардов лет. После вспышки некой сверхновой звезды были выброшены в пространство огромные массы звездного вещества, из которого впоследствии сформировалось газополевое облако, а из него потом – планеты Солнечной системы. Высокая температура этого вещества способствовала образованию в нем цианидов – химических элементов, представляющих собой основу для создания простейших углеводородов. Следующий этап состоял в появлении на основе углеводородов белков-ферментов и белков-пептидов, которые затем привели к синтезу молекул нуклеиновых кислот. А это, в свою очередь, позволило образоваться РНК и ДНК, создавших для своей защиты от вредных внешних воздействий пептидную оболочку. Так возникла структура, представляющая собой не что иное, как знакомый нам вирус. Но есть и более земные гипотезы. Регрессивная гипотеза. Регрессивная гипотеза говорит о том, что когда-то в процессе эволюции вирусы были какими-то полноценными микробными клетками, но потом в силу какой-то регрессивной эволюции они вот так вот, освобождаясь от части ненужных им органелл, превратились в вирусы. Это одновременно как бы приспособительная была регрессивная эволюция. Другая теория говорит о том, что это клеточная теория, что какие-то органеллы, клетки, значит, утратили. И вирусы образовались в результате выделения в отдельные структурные компоненты каких-то фрагментов РНК или ДНК клеток. Гипотезы некоторых исследователей граничат с фантастикой. Они полагают, что вирусы – это искусственно созданные кем-то биороботы, которые миллиарды лет назад попали на Землю вместе с органическими зародышами. Они призваны были обеспечивать необходимый ход эволюции, соединяясь в определенной последовательности с клетками живых организмов и вводя в них нужные программы ДНК. Но за миллионы лет их деятельности что-то дало сбой, и вирусы из слуг клеток превратились в их убийц. Также есть, значит, теория коэволюции, что живое на Земле возникло одновременно. Одновременно возникли вирусы, и одновременно возникли бактериальные клетки, микробные клетки. Ну, значит, все эти теории пока еще, конечно, далеки от своего, значит, ну, окончательного решения и существуют в виде гипотезы. Где бы ученые ни искали, глубоко под водой, в жарких песках пустыни, под километровыми толщами антарктического льда, они находили вирусы. Они даже предположить не могли, сколько различных вирусов обитает на нашей планете, и какие тайны вирусов им еще предстоит открыть. Легкий насморк нам иногда кажется обычной безобидной простудой, но не тогда, когда это дело касается вируса. Против него не существует вакцины, его невозможно уничтожить. Эту опасность люди осознали с тех пор, как по планете прокатились волны эпидемий страшных штаммов гриппа. И хотя сегодня ученые знают тайны происхождения этого вируса и даже могут предугадать его планы по захвату новых территорий, еще рано утверждать, что люди справились с этим грозным врагом. В 1918 году небывало мощная эпидемия унесла жизни почти 50 миллионов человек. Неизвестной инфекцией было инфицировано почти 500 миллионов человек. Эпидемия охватила всю планету, а зародилась она в одной из провинций Испании, за что получила название «Испанка». Такие эпидемические вспышки, такие эпидемии называются пандемиями. Они могут охватывать, как в 1918 году, по разным оценкам, от 20 до даже 50 миллионов человек. Тогда не велось такой статистики. И вот таких пандемий в 20 веке было три. Вот считается так. Ну, с некоторыми отклонениями, потому что многие исследователи не считают последние вспышки пандемии, которые ВОЗ зарегистрировал. Но общепринято, в общем, считается, что было три пандемии. Это вирусы H1, H2 и H3. Ежегодно от гриппа погибает от четверти до полумиллиона человек во всем мире. Для того, чтобы наносить вред здоровью, вирусу гриппа достаточно 10 генов. Он распространяется вместе с крошечными капельками, которые больной человек выделяет при кашле или чихании. Можно случайно подхватить эту капельку при вдохе или взявшись за дверную ручку. Или иной предмет, которого касался больной. Для человека наиболее большую опасность с точки зрения экономической и эпидемической по количеству поражаемых людей, конечно же, принадлежит вирусу гриппа. Вирусу гриппа. То есть это вирусы, РНК-содержащие вирусы, относящиеся к семейству ортомиксовириды, куда входят также парамиксовирусы. О вирусе, вызвавшем столько смерти в прошлом и продолжающем убивать людей, известно удивительно мало. Сезонный грипп наиболее опасен для людей с пониженным иммунитетом. Но во время пандемии в опасности оказываются в первую очередь люди с хорошей иммунной системой. Почему так происходит? Загадка. Но зато происхождение гриппа не является для ученых тайной. Естественными хозяевами вируса гриппа являются дикие водоплавающие птицы. Все разновидности, которые известны, они все существуют в популяциях диких водоплавающих птиц. Грипп – это инфекция птичья. Птицы являются переносчиками гриппа, но сами не болеют им. Вирус поражает пищеварительный тракт птиц и распространяется с их испражнениями. Здоровые птицы, употребляя зараженную воду, становятся переносчиками гриппа. Переступая, проходя, преодолевая межвидовой барьер, заражают другие виды млекопитающих животных, в том числе человека. Это значит вирусы человека, вирусы гриппа свиней, лошадей и не так давно, сравнительно недавно, значит, вирусы гриппа собак. Такие вирусы, преодолевая межвидовой барьер, входят в эту популяцию чувствительную и становятся там постоянными, образуют как бы свой круг. Свой круг циркулирующих вирусов становится так называемыми эндемичными вирусами. В 2005 году штамп птичьего гриппа H5N1 заразил сотни людей. Он намного опаснее, чем штаммы обычного сезонного гриппа. Но люди не являются единственными, кто перенял вирус гриппа от птиц. Лошади, собаки и другие животные также его подхватили. В 2009 году началась эпидемия свиного гриппа, а затем она перекинулась на людей. История этого штамма гриппа, названного H1N1, пример явления, которое получило название редубликации вирусов. Свиньи оказались идеальной базой для рекомбинации генов вируса, так как они принимают как человеческие вирусы гриппа, так и птичьи. В виде антигенного дрейфа, то есть постоянно небольшие мутации, и каждый раз циркулирующие вирусы приобретают новые черты. Или антигенные шифты, происходит реассортация между вирусами гриппа человека и птиц, допустим, или свиней, и возникают последние вирусы. Вот, допустим, последний свиной вирус – это тройной реассортант, в котором есть гены птиц, человека и свиней. На территории Казахстана уникальный животный и растительный мир. Здесь пересекаются перелетные пути многих видов птиц – переносчиков вируса гриппа. Ученые Казахского института микробиологии и вирусологии ежегодно проводят мониторинг, то есть слежение за циркуляцией вируса гриппа в популяциях не только птиц, но и сельскохозяйственных животных. Они исследуют вспышки заболеваний различных видов диких и домашних животных. Впервые в Центрально-Азиатском регионе в лаборатории выделены высокоподогенные штаммы вируса болезни. В лаборатории разработаны новые способы приготовления диагностических препаратов для обнаружения вируса гриппа и вируса болезни Казахстана. Новые оригинальные штаммы вирусов, этих двух вирусов, пополнили национальную коллекцию вирусов. Первая вирусологическая лаборатория была открыта в Казахстане в 1951 году на базе Казахского института эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Ее возглавил молодой талантливый ученый Хайдар Жуматович Жуматов. Под его руководством были проведены широкие исследования эпидемических и пандемических штаммов вируса гриппа. Это позволило составить карты их антигенной структуры, изучить состояние популяционного иммунитета населения, установить закономерности развития эпидемий и разработать практические рекомендации по повышению эффективности профилактики гриппа. В самых различных географических зонах республики под его руководством были изучены заболеваемость дифтерией, брюшным тифом, острыми кишечными инфекциями, полиэмилитом и другими инфекциями. Сегодня в Казахском институте микробиологии и вирусологии продолжается исследование по краевой эпидемиологии. В институте микробиологии и вирусологии проводится исследование на создание противовирусных препаратов, это противовирусные препараты растительного происхождения, на создание вакцинных штаммов определенных, которые будут пригодны для приготовления вакцин, на выделение штаммов, которые могут быть использованы в качестве диагностических препаратов. Проводятся работы по усовершенствованию различных диагностических тест-систем. Впервые вакцина появилась в конце 18 века, когда британский врач Эдвард Дженнер разработал прививку от оспы. С тех пор человечество стало увереннее бороться с вирусными инфекциями. Суть вакцинации в том, что в организм вводится ослабленный возбудитель, против которого вырабатывается иммунный ответ. И если природный патогенный вирус попадает в организм, с ним сразу вступает схватку иммунная система человека. В этом плане могу сказать, что, говоря о полезных вирусах, вот как раз-таки те вирусы, ослабленные, выделенные, специально, ну я бы так сказал, выращенные, что ли, в культурах, значит, в лабораториях, они являются так называемыми вакцинными штаммами, вот они как раз и полезны в борьбе с инфекциями, так как служат основой для создания диагностических и вакцинных препаратов. Создание вакцин стало революцией в области медицины. Неслучайно первой Нобелевской премией был удостоен Эмиль Адольфон Беринг за создание антидифтерийных сывороток. В 1900-м было учреждено в Нобелевской премии, в 1901 году он стал первым Нобелевским лауреатом за создание антидифтерийных сывороток. То есть дифтерийный токсин, дифтерийная палочка вырабатывает дифтерийный токсин, который поражает клетки. Один из мощнейших токсинов, существующих в природе. И Беринг создал антитела против дифтерийного токсина. Ну вот введение этих антител способствовало тому, что дифтерийный токсин анактивировался. Величайшее достижение. Но вакцинация не стала панацеей от всевозможных инфекционных болезней. У некоторых больных наблюдались непредвиденные патологии. Иммунная система человека давала жесткий отпор любому чужеродному элементу. Но в некоторых случаях возникало наведение этого антидифтерийного, антидифтерийного, вернее антител против дифтерийного токсина. Возникали реакции. И эти реакции изучил Рише. Ну, их называют аллергитской реакцией. Хотя, в общем-то, там не аллергитская реакция. А именно развивается анафилактический шок. Потому что сами антитела, которые получают от лошадей, в тём гипериммунизации, у некоторых людей могут вызвать образование антител на эти введённые антитела. Сегодня наука признаёт, что до полной победы над вирусами человеку ещё далеко. Уничтожив оспу, чуму, холеру, он столкнулся с ещё более страшным врагом. ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека. Чума 20 века. Когда вот он вышел на эпидемическую арену, действительно таит в себе какие-то события эпидемические, комбинационного характера, они произошли. Но об этом пока неизвестно. ВИЧ передаётся через жидкости организма. Кровь и сперму. Вначале популяция растёт в организме человека с угрожающей скоростью. Как только иммунная система распознаёт заражённые клетки и начинает их убивать, количество вируса сводится к минимуму. Больной чувствует лишь лёгкую простуду. Но малой части вируса удаётся затаиться и выжить. Иммунная система постепенно слабеет, отражая всё новые волны заражения, и разрушается. Вирус иммунодефицита человека, он характерен тем, что вот несмотря на всю его полную исследовательность, вот если брать его чисто конечную структуру, он является наиболее исследованным полный вирусом. Но тем не менее методов борьбы с ним нет, так как вот он бьёт именно ту систему организма, которая должна бороться с вирусом, а именно иммунную систему. Т-лимфоциты, Т-хелперы. И уменьшение хелперов приводит к тому, что иммунный ответ не развивается на обычные антигены, которые существуют в природе, против которых иммунная система достаточно эффективно работает. А при отсутствии этих клеток иммунная система теряет способность реагировать на антигены, развивается тяжелейшее заболевание, синдром приобретённого иммунодефицита. Вакцины против ВИЧ пока не существует. Это связано с тем, что ВИЧ, как и грипп, относится к особой группе вирусов, которые мутируют в очень короткие сроки. В результате этих мутаций появляются всё новые, более приспособленные вирусы. Они всегда находят выход в борьбе против любой вакцины. Но в последнее время достигнуты определённые успехи. Успехи в лечении синдрома приобретённого иммунодефицита, который вызывается вирусом иммунодефицита человека. И сейчас уже не считается это таким уже смертельно-роковым опасным заболеванием. Люди, носители вируса, живут и по нескольку десятков лет. Есть случаи и излечения от вирусной инфекции. Вирусы – невидимые, но активные игроки в погоне за главенством на нашей планете. Каждое живое существо от одноклеточных до млекопитающих испытывает на себе их воздействие. Власть вирусов огромна. Они способны воздействовать на состав почвы, климат, состав воды в Мировом океане и пресных водах Земли. Крошечные, но грозные вирусы – настоящие хозяева нашей планеты. С каждым открытием человек совершает еще один шаг к познанию собственного мира. Тем более, что у научного знания границ нет. И поэтому нас ждут впереди новые тайны, феномены и открытия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok